Добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев, ну и как всегда в это время мы встречаемся с российскими бизнесменами. Говорим о том, как живут они, как работают они, как живется и работает. Тема сегодняшней программы – билетный и промоутерский бизнес в России, как выглядят они самостоятельно и как при желании, да, есть ли такая возможность, как эти бизнес-сферы могут взаимодействовать, как совместить их. Кстати, наш сегодняшний гость как раз и обладает этим опытом, как он мне сказал за кадром, вертикальный холдинг он, собственно, соорудил. И сегодня об этом обещал нам рассказать. Итак, я представляю, сегодня у меня в гостях Ильдар Бакеев, основатель компании ContraMarket.ru, руководитель билетного агентства 1900.ru и концертного агентства Euro Entertainment. Добрый день, Ильдар. Добрый день. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. И, как всегда, у вас есть такая возможность. Либо вы можете позвонить в студию прямого эфира. Телефон 6510-996, код Москвы 495. Либо вы можете написать на сайте, адрес которого финам.фм. Ну что ж, все приготовления сделаны. Давайте начнем разговор. Итак, Ильдар. Первый вопрос, но он традиционен для гостей этой студии. Каким образом в вашей жизни случилось так, что вы начали заниматься именно этим бизнесом, именно этим родом деятельности? Расскажи, Паша. Ну, у меня такой путь был достаточно тернистый и долгий, прежде чем я пришел к тому, чем я сейчас занимаюсь. Но он всегда был связан с популярной музыкой. Потому что моя жизнь изменилась очень давно, когда я впервые услышал группу «Битлз» по радио. До этого я был таким яростным спортсменом. Футбол, хоккей, бокс и так далее. Я жил в городе Казани. И среди молодежи, и, так сказать, молодежи нашего двора, пользовались такие мужские всякие развлечения. Но я услышал группу «Битлз», и это было что-то невероятное. Настолько меня это захватило. Я сразу захотел слушать такую музыку. И родители мне купили приемник с коротковолновой возможностью. То есть ведь тогда не было приемников, которые ловили короткие волны. Тогда не было приемников, а те приемники, которые были, я просто сейчас вспоминаю, да их отчаянно глушили, чтобы не было возможности. Ну, да, самая короткая волна, которая была, по-моему, 25. И вот на частоте 25 выходила передача, по-моему, это было BBC. И песня «Can't buy me love» группы «Битлз» там крутилась 30 минут. И вот я ждал, суждением этого. Ну, да. И слушал 30 минут, песня повторялась, вот заканчивалась, повторялась. И родители смотрели на меня, как на Чумелого. Но я не мог ничего себе поделать, потому что это у меня прямо до мурашек было. И в этот момент я сказал своим родителям, что я хочу заниматься музыкой, купите мне гитару. И, в общем, стал изучать гитару, и стал слушать музыку. И таким образом, это было мое хобби. Ну, ты профессионально не пошел по этой стезе, да, музыкант? Я хотел пойти по этой стезе, да, но мои родители и мама, которые я очень уважаю, она мне сказала нет. Поскольку я был таким хорошим достаточно учеником. В школе, да? Надо владеть профессией, да? Да, да, да. Это вот такая родительская как бы песня. Это нормальная песня. У меня были хорошие успехи по математике, я там участвовал в всяких олимпиадах. И все такое, я рассказал, нет, вот у тебя там хорошее достижение, давай, как дядя твой такой, ты такой. А дяди у меня были инженерами, и тогда профессия и звание инженера, это было городом, ну, по крайней мере, в нашей семье. Мне сказали, вот твой дядя, там, один такой инженер, другой главный инженер такого предприятия. Поэтому ты тоже должен идти по этой линии, а музыкой так занимайся в своем удовольствии. Для себя, да? Ну, я послушал свою маму и пошел в Казанский авиационный институт. А, нет, я пошел учиться в университет на физический факультет. Но потом я перевелся в Казанский авиационный институт на факультет, где я лел тайную мысль овладеть радио. Так. Так, так сказать, радио, потому что я мечтал спаять себе приставку для гитары. Да, да, да. Тогда это называлось фастбокс, и квакушка это называлось, и ничего этого в магазинах не было, мы все это делали. Вручную, да. Да, и я делал гитары сам дома, и, в общем, так далее, так далее, играл в группе. Ну, здорово, смотри, такой синдикат получился. С одной стороны, ты идешь, да, как велели родители овладевать некой профессией, да, которая может в жизни помочь, а с другой стороны, эта профессия, опять-таки, тесно связана с твоим хобби. В конечном итоге, вот, приведет. Ну, если у нас хватит времени, я, конечно, потому что, действительно, ну, я не знаю, так сказать, поучительный мой опыт или нет, но я всегда в жизни пытался заниматься тем, что мне интересно. И мне, конечно, было интересно пойти на факультет, где есть радио, где я мог бы это изучить, я мог делать приставки, но я все равно с детства всегда что-то хотел делать своими руками, мечи там изготавливал, там, всякие шлемы, когда мы играли. Я все время пытался что-то сделать сам. Вот. И, конечно, в этом институте я получил очень много хороших знаний. Правда, путь у меня тоже там был тернистый, в конце концов. Я оказался на новом факультете, который назывался «Вычислительные управляющие системы». Это был первый выпуск, когда создавался такой факультет, где изучались вычислительные машины. И мне сказали… «ВМ», да, как ты это называл? «ВМ», да. Такой предвестник будущей компьютеризации. И мне сказали, вот, это самое крутое, самое передовое, иди туда. И я туда пошел, вот, закончил этот факультет, написал диплом. И долго годы, ну, я три года отработал инженером. Но потом я понял, что все-таки это не мое. И, в конце концов, я… А не мое в какой, с какой точки зрения? Вот сидеть с девяти до шести, да, не мое? Или не мое что-то? Нет, ну, у меня было два пути. Я мог бы, просто у меня родители были такие достаточно известные люди в городе Казани. Я мог бы пойти по блату, там, в такое место, где я мог бы преподавать иностранным студентам и читать им лекции по казанским машинам, которые делались на казанском заводе «ВМ». И получать так называемые чеки. Это была валюта, да. Это супер, да. Но я пошел в институт, научно-исследовательский институт казанский технологический, куда меня пригласили, сказали, что вот мы тут круто будем разрабатывать сейчас мини-ВМ, мы, там, государственную премию хотим за это получить. Здесь все очень интересно. Мы тебе дадим работу самостоятельно, будешь разрабатывать, там, каналы ввода-вывода, там, мультиплексные каналы. Вот. Я этим, честно, занимался, но я потом понял, что от того, что требуется, чтобы требовалось у меня, это сделать невозможно. У нас нет такой элементной базы. То есть, чтобы достичь такой министеризации в то время, нужна была элементная база. На базе того, что у нас есть, это сделать было нереально. Но и институт, он был, как бы, становился на какие-то свои, там, определенные рельсы, да. Это все только начиналось. И, в основном, чем я занимался? Я ездил в колхоз, я чистил улицы, я, там, резал ветки, там, да, и занимался, да. То есть, бедного инженера, и я еще строил институт. Я таскал бетон, поскольку в молодости я занимался шабашкой, зарабатывал деньги на строительстве, вот, этим я и занимался. Вот, я, честно, занимался разработкой, как бы, этого канала, но потом я понял, что это все беспреспективно, мне это интересно. Ну, и, как минимум, это долгая, долгая история. Да, это был некий кризис тогда, когда вот система, единственная система ВМ, она пришла к некому кризису, и те машины, которые делались в Казани, это 45-я модель, до этого была 33-я, и это вот был тот самый первый путь, когда мы взяли американскую модель развития в очистительной технике и пытались это сделать у себя. Тогда вот появились эти языки, там, ассемблеры, это все мы изучали в институте, было очень интересно. Вот, но жизнь есть жизнь, не хочется прозябать в подвале, сидел я в подвале, вот, и в конце концов, в общем, ну, там еще одна была деталь, как бы, которую я сейчас не хочу, как бы, освещать, но, в общем, как бы, обиделся я на эту администрацию и сказал, ну, черт с вами, я ухожу, и все. — И хлопнул дверью. — Да, и я стал профессиональным диджеем. Я пошел, стал заниматься диджеем, потому что у меня была большая фонотека, и тогда... — А давай уточним, это какой год уже? Потому что понятие диджея — это все-таки такая вещь, там, модерновая, да? — 81-й. — 81-й. — 80-й, 81-й. Тогда в это понятие вкладывалось другое. — Совсем другое, да, конечно. — Тогда диджеи были некие... Ну, тогда живая музыка умирала, и вот появилась возможность, некое было послабление такое идеологическое, и у нас появилась возможность крутить популярную музыку на дискотеках, люди танцевали. Но еще была так называемая тематическая дискотека, когда мы рассказывали, делали какие-то такие передачи, да? — Совершенно верно. — То есть делали такой, как бы... Тогда это называлось аудиовизуальный перформанс. — Да-да-да. — Там были слайды, там мы рассказывали, было очень мало материала, и люди с интересом, молодежь с интересом ходила на такие передачи. Были, в общем-то, очень в Казани, в институте в авиационном, были интересные очень передачи. Мои друзья делали всякие тематические программы, посвященные там группе Кинг-Кримсон, например. — Ну, там много интересных, естественно. — Да, это была хорошая форма. — Главная история в том, что мы жили тогда еще, да, под железным занавесом, так называемым, и поэтому огромное количество информации, огромное количество музыки, оно было недоступно большинству. А люди продвинутые, вот, включая тебя, эту информацию могли донести, да? — Да, и это было нечто передовое и точно востребованное молодежной аудиторией, потому что был голод и не было этой информации. То есть, когда я был молодым, ну, вот я же говорю, я работал на шабашке там, и я платил по 5 рублей за запись пластинки, и у меня было отличное качество. Я там был одним из многих городов, где у меня были, так сказать, копии с пластинки, и так далее, и так далее. Вот, и к тому времени я, как бы, приобрел некий слушательский опыт, я уже знал разные жанры, и так далее, и так далее. И, в конце концов, в общем, я решил использовать эти знания и пошел работать профессиональным диджеем. Профессиональный диджей, тогда это был некий массовик-затейник с микрофоном в руках, который должен был развлекать молодежь. — Я вынужден тебя прервать, сейчас у нас новости на Финам.ФМ, а потом мы продолжим. — Что ж, друзья, мы продолжим, давайте продолжим наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях у меня сегодня Ильдар Бакеев, основатель компании контрамарка.ру, руководитель билетного агентства 1900.ru и концертного агентства Евро Интертеймент. И мы, собственно, обсуждаем сегодня билетный и промоутерский бизнес, как они выглядят, как они взаимодействуют. Ну и всю первую часть Ильдар рассказывал по моей просьбе, я, собственно, не против, рассказывал своей непростой жизни. Но мы договорились, мы немножко ушли от темы нашей идеи. И так понятно, что вот эта вся история, связанная с получением твоих профильных и непрофильных образований, в конечном итоге привела к тому, что ты сейчас бизнесмен и занимаешься именно этим. — Да, я не буду дальше рассказывать свою жизнь. Я только... Ну, в общем, это, наверное, было хорошо. Почему? Потому что я приобрел некий опыт, понимаете? Я работал 9 лет в ресторане, в клубе, на пляже, в травмане троллейбусном управлении. То есть я был один на один с аудиторией. Я понимал их вкусы, я строил программы. Естественно, программа должна быть удачной. То есть вот там я наработал некий опыт. Я очень хорошо знал популярную музыку, я наладил поставку, как бы, информации из Москвы в город Казань. И у меня были очень интересные дискотеки. Потому что я был радиоинженер, я постарался сделать так, чтобы у меня всё звучало очень круто. У меня были хорошие магнитофоны дорогие. Акустика приличная, да? Да, была акустика. Я первый начал работать на широкополосной системе, рупорных колонках, которые доставились мне от группы, где я играл в качестве гитариста и был тоже радиоинженером. Вот. Но это момент переломной моей жизни, потому что я занимался этим какое-то количество времени и понял, что мне не хватает гуманитарных знаний. Я поступил в ГИТИС. ГИТИС я закончил. А там какой факультет у тебя? Теперь это называется продюсерский факультет. А тогда это называлось ПОТД. Планирование организации концертно-театрального дела. Очень хороший факультет. Очень замечательный факультет. Замечательный профессор. Так он называется Российская Академия Театрального Искусства. Российская Академия Театрального Искусства. И там были преподаватели. И я там реально получил знания, которых мне не хватало. В общем, в своей работе диджеем я стал заниматься какими-то программами вместе с филармонией, с театром. Я там писал музыкальные всякие программы для спектаклей. И я понял, что мне не хватает знаний гуманитарных. Я в 31 год поступил в ГИТИС. Я его закончил. В результате этого я оказался в госконцерте. В госконцерте я занимался Там я уже получил профессиональный опыт именно организации зарубежных исполнителей. Здесь, то есть под моим телефоном в отделе организации были все филармонии Советского Союза. Я мог позвонить в любую филармонию. И я занимался тем, что я занимался логистикой. Я выстраивал туры артистов по России в рамках СССР. Кстати, смотри, вот этот список твой, что у тебя одна компания, вторая, и в том числе концертная агентство или промоутерская компания. Она первая вот в этом списке? Ну и по времени создания? Нет. Первая компания это была «Контрамарка». Я сейчас быстренько пройду дальше. То есть я поработал в госконцерте, после этого я ушел, создал свою собственную фирму, стал заниматься экспортом русских артистов за рубеж. Русских за рубеж? Русских за рубеж, да. Если можно поподробнее, это какой год опять? Это год уже в 89-м я ГИТИ закончил и стал работать в ГИТИ еще будучи студентом. Это 89-91-е я работал в госконцерте. Какой за рубеж, интересно, и кого ты мог отвезти? Ну, в последнее время в госконцерте я занимался организацией больших коллективов так называемых, театральных, то есть опера и балет, 300 человек, большой театр, милинский театр. И я занимался экспортом того, что продавалось на запасе. Да, да, вот я этим и поинтересовался. Мы занимались какими-то вещами, логистикой, связанной с гастролями Большого, Мариинского театра. Даже пытались организовать, и у нас это получалось, но потом не получилось, не буду сейчас об этом говорить, Большого театра в Испании, Португалии. Вот, но мы долгое время работали с театром Бориса Покровского и в течение 9 лет представляли театр по всему миру. У меня была маленькая компания, где работал я, моя жена и один товарищ, и вот три человека делали гастроли. Кстати, вот смотри, маленькая компания, твоя ли какая-то другая? Имеет ли принципиальное значение, кого вы промотируете, да, слово нехорошее, правильно я его произнес? То есть, кого вы... Правильное слово. Кого вы предлагаете, да. Вот смотри, театр Бориса Покровского, Царство Небесное. Борис Покровского, это, ну, это, да, это история целая. Это бренд. И, естественно, он на Западе пользуется. И он нам передостался в наследство. Потому что, когда начались... В какой степени повезло вам просто. Ну, да, когда началась перестройка, начались новые условия хозяйственные, так называлось, возникли кооперативы. Я, например, жил тоже достаточно много времени. Рука будущего госконцерта, я стал давать западные коллективы не филармониям, а кооперативам. Потому что они работали лучше, там, коммерчески более успешно, и так далее, и так далее. То есть, там я работал... Ну, и выгоднее, наверное, да? Да, и выгоднее было. Я нарабатывал коммерческий опыт. Потом у меня была своя компания, мы занимались экспортом русских артистов. Я поездил на Западе, посмотрел. Я вернулся сюда. Кстати, поездил на Западе, посмотрел, как это там работает, как это там устроено. Да, да, именно, конечно. Когда я там видел, как это оборудовано в театрах, какие есть билетные системы, как это все сделано. Вот. И я вернулся сюда, и первое... В 2000 году я попал на конференцию, посвященную интернету. Я заинтересовался интернетом. И там услышал доклад господина Новомлинского об электронной коммерции. Мне это очень понравилось. Я ему писал им письмо, что вот у меня... А тогда это в новинку все-таки, да? У меня была идея создать автоматизированную систему организации концертов Российской Федерации, все площадки туда вставить, как бы, чтобы они давали... Сейчас это называется стартап. И главное, что, в принципе, да, все, что начинается с нуля сейчас, выглядит примерно так. Создаем сайт, да, туда кнопок насовали, и все, ребята, давайте, покупайте. Мне повезло, потому что я пошел на эту конференцию, увидел господина Новомлинского. Он сказал, что у меня есть инвесторы. Я говорю, бандиты какие? Он говорит, нет, нормальные ребята, просто им нужны такие интересные проекты в сфере интернета. А им нужны они, зачем они зарабатывать хотят? Это была инвестиционная компания IT-инвест. Им нужны были такие проекты, куда бы они могли взять деньги. Была задача создать компанию дотком, да, и продать его западному инвестору. Вот с этой точки цели была, ну, создавалась компания контрамарка. Что мы и сделали. Компания была создана, мы захватили 25% рынка, я ее продал, вышел из этого бизнеса, забрал свою долю и создал свою новую компанию 19.0. Сейчас контрамарки, в принципе... Контрамарка есть, существует. Она не твоя. Этот бренд принадлежит компании Eventim STS, в которой два бренда. Портер и контрамарка. Эти две компании объединились, им владеет немецкий немецкий холдинг, одна из крупнейших компаний, которая занимается билетным бизнесом в мире, это Eventim STS. Вот. Но у меня маленькая компания 19.0, которая специфическая, она обслуживает меня как промоутера в основном, потому что, когда я уходил из бизнеса такого большого билетного контрамарки, я сказал, я не буду делать большой билетной компании, мне это уже интересно, потому что я буду заниматься промоутерской деятельностью. А компанию Euro Entertainment я создал, будучи генеральным директором контрамарки, для того, чтобы эта компания наполняла билетную систему своими мероприятиями. То есть, большое мероприятие, все финансы, вся реклама заряжена на одну компанию, и получается оборот. Я как бы, по принципу Паретта, 20 на 80, мы от больших концертов получали 80% доходов. Вот этим я занимался, и в конце концов, в результате мы, я ушел, ну, мы договорились, что мы разделим бизнес, мне достался Euro Entertainment, и я создал новую компанию. Первый проект, который мы сделали внутри 19.00, как билетная компания, это был концерт Мадонна в 2006 году. Это было очень круто, билеты мы продали за 4 дня, меня все обругали, и так далее, и так далее. Обругали по поводу того, мало билетов, или дорого они стоили. Ну, это был скандал, это было дорого, это была спекуляция, билеты, люди в очереди ночевали у меня в кассе. Подожди, а все 100% шли через вот твою компанию? Я был генеральным, то есть, я был на аутсорсинге генеральным билетным агентом, вот, и у меня был помощник компании Show Trade, теперь я называю это Show Ru, вот, я их попросил мне помочь, потому что там были серьезные финансовые ответственности, и мы как бы с ними разделились дело, мы вдвоем это дело занимались продажей билетов на Мадонну. Я тогда сделал специальную такую модель, за которую меня все ругали, но она по факту оказалась успешной. То есть, я создал ажиотаж, я сделал продажи билетов только в одной точке города Москвы, вернее, в двух. И ты считаешь, что это нормально? Я считаю, что это нормально, потому что моя задача была продать билеты, еще мне было интересно понять, что такое концерт Мадонны, что такое цена билетов, и так далее. Она первый раз, в шестом году, она первый раз приехала? Она была в шестом году в первый раз, это был жуткий ажиотаж, и цена билета на рынке выросла просто на порядок. И, когда я на все на это дело посмотрел, ну, так сказать, не углубляясь в детали, просто у меня были как бы боссы западной компании, которые меня наняли. Я им предлагал свое видение этого процесса, они сказали, нет, все хорошо, давай сделаем вот так. Но в конце концов, в общем, оказался прав я, потому что я хотел сделать более. Вот смотри, вот здесь можно, если можно поподробнее, вот их видение, как звучало, и твое видение, да, которое ты не смог навязать им. Ну, во-первых, было два концерта, и я сказал, что нужно продавать... А в Саепитер или в Москве? в Москве было два концерта, очень долго не могли найти площадку, потому что хотели лужники, но лужники были заняты, там был футбольный матч. А поскольку концерты такого рода, они делаются заранее, нужно заранее все спланировать, продакшн, так далее, так далее, поэтому искали место. В конце концов нашли интересное место университета, сделать... Были концерты, Мадонне это очень понравилось, ей очень понравился ко-брендинг с университетом, она тогда книжки начинала писать, да, и так далее, все было очень круто, за исключением того, что технически это организовать было очень сложно к университету, нужно было около 7 километров тяжелых ограждений, но это все было бы... можно было сделать, но в конце концов все это переехало в лужники, когда лужники после жеребьевки освободились, и концерт сделают там. И вот это была одна из неправильных вещей, потому что все, что было спланировано... — А ты настаивал именно на университете? — Я настаивал на университете, я настаивал на двух концертов, которые мы должны были продавать сразу. Это был договор. Но мне разрешили продавать только один концерт, увидели, какая там серьезная продажа. И второй концерт, продажу второго концерта, оставили на потом, потому что все-таки были не уверены, что концерт здесь состоится именно у университета. Когда все перевели в Лужники, вся схема поломалась, понимаете? То есть у нас был там большой танцпол, а часть людей не пустили с билетом в танцпол, отправили на трибуны наверх. Там было много нехороших вещей, связанных с тем, что перевели концерт в Лужники. Но это была вынужденная мера, потому что все понимали, что такой большой концерт все-таки лучше делать в Лужниках. Там есть инфраструктура, милиция, стены, и это не голое поле, лес. Была сложная обстановка в стране с точки зрения террористических актов. Я там приобрел достаточно серьезный опыт в этом концерте, будучи билетным агентом. Но я все равно какие-то там вещи, связанные с промоторством, понимал. Я же все-таки промотор по первой своей профессии. Ну и в душе. В концерте, да, я был промотором. И когда я ушел от своих товарищей и создал вот эту компанию, я стал заниматься сам. То дальше мы стали делать свои концерты, и билеты на мои концерты продает моя билетная компания. Потому что я таким образом контролирую кэшфлоу своих концертов. Потому что я могу делать с билетами то, что мне нужно. Потому что очень трудно там обращаться с большими билетными компаниями. Они большие, великие, малогибкие и так далее. А очень часто приходится по ходу, так сказать, менять там что-то, делать и так далее. Поэтому, понимая, как продавать билеты, имея такой инструмент в себе в руках, я могу выстраивать определенную билетную политику. Потому что, например, вот мы в последнем концерте Мадонны, в котором мы принимали участие, я был уже и промоутером, и билетным агентом. И когда в руках у тебя два таких инструмента, ты можешь контролировать весь этот процесс. Понимаете? Потому что здесь очень важны темпы продажи, ценовая политика, каким образом выходят билеты на рынок. Потому что есть вторичный билетный рынок, есть спекулянты, которые пытаются билеты скупить. Есть зрители, которые не могут в это время билеты купить. Есть там коммерческая цена и так далее. Здесь очень много разных моментов, о которых мы можем поговорить. Но это такая широкая тема, что вот ее очень трудно осваивать, понимаете? Поэтому, что я хочу сказать, что, видите, мне повезло, потому что я все-таки поучился в институте. А вот на этом факультете как раз и готовят людей, менеджеров, да, культуры, которые занимаются организацией концертов. И ГИТИС, прекрасный институт, там прекрасные преподаватели, а тут выходят отличные специалисты, которые не играют в молодости на гитаре, не были инженером, не были диджейами. И они там получают какие-то академические знания, связанные с организацией концертов. Мне же вот повезло или не повезло, мне часто мои друзья говорят, ну ты вообще, ты своего хобби сделал свою работу. И это так, на самом деле, потому что я люблю музыку. И вот свободное от работы время, суббота, воскресенье, я слушаю музыку дома. Это здорово. Нет, на самом деле это счастье, я считаю, да, когда человек вот может так, хобби превратить в работу. Это абсолютное счастье. Слушаем новости. Что ж, друзья мои, продолжим наш разговор. Сегодня мы говорим в бизнес-классе о теме, связанной билетным и промоутерским бизнесом. Как эти бизнесы могут взаимодействовать. И, собственно, пример сегодня яркий. Достаточно нам озвучивает мой сегодняшний гость. Это Ильдар Бакеев, основатель компании «Контрамарка.ру», руководитель билетного агентства «1900.ру» и концертного агентства «Евроэнтертеймент». Уважаемые слушатели, у вас есть возможность задать вопрос моему сегодняшнему гостю. Для этого есть телефон в студии 6510996, код «Москвы 495». И есть сайт компании «Финам.фм». Мы продолжаем разговор. И теперь я прошу Ильдара, насколько это возможно, в деталях рассказать, как же выстраивается этот самый билетный бизнес и в дальнейшем, как выглядит бизнес-промоутерский. Ну, что касается билетного бизнеса. Понимаете, вот когда я начинал это в 2000 году уже, да, это было, то тогда сама мысль о том, что будут какие-то электронные билеты, и директора театров, которых я хорошо знал, они мне говорят, да ладно, там, хакеры залезут, как это, билет, бланк строгой отчетности, тут все сложное и так далее. То это все было очень трудно, это была некая инновация, которой занималась мы конкретно, я лично. А скажи, пожалуйста, на это время вот опыт иностранный какой-то существовал, электронные билеты были уже? Конечно, конечно, на Западе это было уже давно. И вообще на Западе система так устроена, что у них это принципиально немножко по-другому делается. Почему? Потому что у нас все-таки есть такое понятие, как бланк строгой отчетности, бумажный билет. Он до сих пор есть. Он до сих пор есть. И мы до сих пор, я извиняюсь, соскочить с него не можем, строго говоря. Потому что... Это как в том фильме, да? Это инструкция устаревшая, но ее еще никто не отменил. Да, к сожалению, ее еще никто не отменил. Минфин еще пока думает, а он боится выпускать из рук свой контроль и так далее. Но я думаю, что все равно ему придется это скоро сделать. Потому что удобство получения билета, не нужно никуда ходить. И сейчас есть такие технологии. Можно просто на телефон получить смс, заплатить деньги, опять же, с того же телефона карточкой. И таким образом дистрибьюция становится просто тотальной, понимаете? Здесь возникает все наоборот. Потому что, например, ну, не нужны все эти тонны бумаги. Вот авиационные компании уже отказались от билета. Но там проще. Там есть регистрация и там есть паспорт. Понимаете? Там есть персонификация. И я думаю, что в билетный бизнес он, в конце концов, к этому и придет. Тоже самый, кстати, железнодорожный транспорт, да? Железнодорожный транспорт один из первых это сделал. Я вот просто на себе проверил. Оплатил карточкой, пришел, сказали Бакеев, Бакеев. Посмотрели паспорт, я зашел и все. Документы, если надо, я потом беру. Но, понимаете, здесь одно дело прийти в вагон, где 28 мест, да? И ты можешь это сделать. А друг дело прийти на площадку, где 20 тысяч человек. И вот чтобы 20 тысяч человек вошли на площадку, и это все было как-то организованно. И каждый, да, именно был тем, да? Это сложно, да. Сейчас уже вот на многих площадках введены так называемые турникеты, когда на билетах есть штрих-коды, все это сканируется и так далее. Но все равно бумажные билеты. Вот я ненавижу бумажные билеты. Я всю жизнь борюсь с тем, чтобы это дело заменить. И я уже 5 лет назад придумал, как можно продавать билеты через сотовый телефон. И сайты mobile-ticket.ru принадлежат мне. Ticket Mobile принадлежат мне. 5 лет назад можно посмотреть. Я уже об этом думал тогда. Но мы не можем до сих пор это внедрить. Потому что есть закон, который говорит, если ты работаешь не на бумажных билетах, на бланках строгой отчетности, так называемых, то деятельность эта будет обложена НДС. Возникнет НДС 18%. Это самое главное существенное. Поэтому я как промоутер... Получается, это такой специальный барьер, да, заграждение? Да, специальный барьер. Поэтому я как промоутер не могу позволить другим билетным агентствам продавать билеты на мои мероприятия без использования законно установленных билетов бумажных. Поэтому все эти тикет, принт от хоум и так далее, на бумажке дома напечатал, пришел. Это все неправильно, это все наказуемо, этого делать нельзя. Нужно добиться того, чтобы была отменена эта система, и тогда были настоящие электронные билеты. И тогда дистрибьюция билетов кардинально поменяется. Понимаете? Вот в этом кардинале, в чем она? Во-первых, у нас будет база данных клиентов. Мы будем знать, куда они любят ходить, что они любят ходить. Мы можем выборочно предлагать то, что они хотят. Мы не будем их спамить. Понимаете, будет более целевая адресная история. Мы можем тратить меньше денег на рекламу, не обвешивать весь город рекламой, иметь непосредственный доступ к клиентам. Понимаете? Несколько лет назад я пытался разработать новую так называемую систему гастролей веб 2.0. Я использовал социальные сети для продвижения концертов, не используя рекламу наружной вообще. У нас есть серьезный опыт в этом направлении. Есть такая вконтакте, есть такая группа, которая называется «Мы сами приглашаем любимых артистов на гастроли». Я там зрителей сделал своими помощниками. Сказал, ребята, если вам нужен какой-то артист, выскажите, если вы проголосуете за него, мы начнем им заниматься. Если будет понятно, что вы купите столько табилетов по такой-то цене, то концерт может состояться. А здесь есть риск того, что в какой-то момент зрители, потенциальные зрители, наверное, изъявляют желание кого-то послушать, а на концерт потом не приходят? Конечно, есть. Может, предоплату какую-нибудь? Может быть, предоплату. Я боюсь, что в рамках нашего разговора это не получится. Я придумал, как это сделать. Все это немножко сложно и так далее, но с использованием современной технологии это можно делать. Но понимаете, в чем дело? Когда ты в социальной сети общаешься со своими зрителями, а я это делал 9 месяцев, когда делал первый концерт Брюно Пельтье, когда зрители купили билеты за полгода. Да, это я его привез по этой технологии. За полгода до начала концерта он был продан на 50%. Деньги у меня были в кассе. Я на этот момент истратил 100 долларов только на флайеры и какие-то вещи. Это было очень круто. Благодаря чему? У этого артиста есть свои фанаты. Везде причем, да? Их очень много. И фанаты Брюно Пельтье, они очень организованы. Это умные девушки. Они такие активные. И так далее, и так далее. И они мне помогали это делать. Они спамили. Они занимались перепостом, и так далее, и так далее. И у нас было приятно. У нас уже 4 года подряд по 2 концерта Брюно Пельтье делают практически без рекламы. Мы его продаем. Это вот некий эксперимент. У него аншлаг, да? Да, у него аншлаг. Понимаете? И очень часто бывает, я смотрю по списку, человек заказал билет. Я звоню ему и говорю, а почему вы билет сегодня выкупаете? У меня же есть его телефон и имейл. Он говорит, а кто это разговаривает со мной? Кто меня спрашивает? Говорит, Эльдар Бакеев. Ой-ой, извините, я заболел, там я обязательно куплю. Возникает доверительное отношение. Понимаете? Подожди, а вот это взаимоотношение такое, да, как бы, на ты, что называется, это результат общения в социальной сети? Конечно, конечно. У меня есть база данных, и очень часто я прихожу в какой-нибудь там сервис, там, не знаю, ну, в банк там, или там в автоцентр. Мне говорят, здравствуйте, Эльдар. То есть меня девушки, эти зрители знают, да, и на концерте они ко мне подходят. Большое спасибо, Эльдар, потому что это другая технология, понимаете? То есть это технология, когда ты идешь от зрителей, говоришь, что вам надо, мы вам сделаем. Компания, которая мне подчиняется, она будет делать то, что мне надо. Если я им говорю, так, фанаты обладают правом первой ночи, они приходят, и все. А там такая система. Ты присылаешь заявку, говоришь свой e-mail, телефон, если ты первый прислал заявку, ты первый приходишь за билетом. И человек, который первый прислал заявку, он приходит и говорит, так, мне вот в первом ряду вот это, вот это, да. То есть, таким образом, мы решаем задачу, что мы нашего зрителя обеспечим качественным сервисом, тем более он доверительный. И очень часто я стараюсь сделать так, чтобы концерт, не дай бог, не отменился, чтобы он был качественный. Потому что тут же в социальных сетях после концерта это все обсуждается. Все недостатки, какие у меня были, они мне сразу выкладываются, там нелицеприятно могу сказать и так далее, и так далее. То есть, это вот некий новый этап, понимаете? И когда мы, если бы мы использовали сотовый телефон по продаже билетов, это было бы еще... Еще проще было. Конечно, технологически, но... Я сейчас все вспомнил, вот ты рассказываешь, это здорово, абсолютно здорово, мне кажется, это 21 век, в конце концов, это правильно. Я вдруг вспомнил твой рассказ о первом концерте Мадонны, когда стояла очередь, да, сумасшедшая очередь, и вообще это было сложно. Люди ночевали у кассы. Небо и земля, получается, да? Конечно. Ну, меня ругали за это, понимаете? Но я выходил и говорил, так, мы продавали 10 билетов в руки. Люди покупали 10 билетов, и билеты в конце очереди стоили уже 3 номинала. То есть, они их перебрали. То есть, все пытались на этом заработать. Понимаете? Потому что был такой жуткий спрос. И тогда я понял, вот какие-то вещи, которые мне помогали дальше потом строить. Вот. И возвращаясь, почему нам это нужно? Почему я создал такую группу ВКонтакте? Потому что мы всегда рискуем. Когда мы привозим артиста сюда, мы не знаем, будет он продан, не будет он продан. Один и тот же артист. Сегодня популярен, завтра не популярен. Понимаете? Вот мы Стинга привозили 3 года подряд. И он 3 года подряд продался у нас отлично. А, кстати, я прошу прощения, да, вот, может быть, некая специфика. Насколько я знаю, да, артиста, либо он получает, да, тоже от сбора там процентов, либо его на гарантию, как называется, берут. Вот такие монстры, что называется, они... Только гарантии. Только гарантии, да? И плюс... То есть, в этом случае, все риски вот того, если ты не соберешь... Все риски на промоутере. Нет, промоутер здесь, как я очень сравниваю, раньше в госконцерте у меня было бы очень много начальников. И все мне приказывали. И я чувствовал себя угнетенным. И когда я оттуда ушел, создал свою собственную фирму, я почувствовал себя свободным человеком. С тех пор я никогда не работал ни в одной государственной организации. И я надеюсь, я не буду это делать, потому что я почувствовал свободу. Я рыночный бизнесмен. Я рыночник вот прямо... До мозга костей. До мозга костей, да. И мы работаем и пытаемся понять запросы зрителей, и пытаемся им угодить и сделать так, как им надо. Потому что самое главное, чтобы зритель купил билет. Самое главное, привезти такого артиста, чтобы зритель на него пошел. И если зритель готов ходить на артиста четыре года подряд, как это происходит в случае с Брюной Пельтье, то мы это делаем. Потому что, я говорю, девочки, отдохнем? Не будем... Давай что-нибудь другое. Они говорят, нет, мы хотим. Хорошо, голосуем. А он одну и ту же программу привозит? Нет, он разную привозит. Вот сейчас вот Новый год он привозил программу с симфоническим оркестром. Я спросил, говорю, девушки, хотим такую программу? Они же знают наизусть его репертуар. Они говорят, хотим, и мы это делаем. Более того, они говорят, Эльдар, мы хотим записать DVD. Я сделал опрос, и проголосовало много людей, и были там... Ну, в общем... Я понял, что я могу каким-то образом отбить деньги на DVD. И я сделал DVD. Мы записали этот концерт в прекрасном качестве. Мне помог Александр Сплошнов. Вы тут прям живьё прописали? Живьё, да. 20 камер HD. Сейчас мы выпустим Blu-ray. И этот диск мы продаём в компании 1900. Вот. И сейчас, как только этот первый тираж будет распродан, мы выпустим в широкую продажу уже там во все эти музыкальные магазины и так далее. Но это тоже некая форма. Понимаете? То есть зрители заказали диск. Я со страшной силой уговаривал артиста. Он не хотел это делать. Это всё трудно. Это чуть ли до отмены дела не доходило. Но в конце концов мы справились. Он остался доволен. У нас получился отличный материал. Так этот материал это же пропаганда этого артиста. Понимаете? Брюно Пельтье. Реклама его, конечно. Когда он заступает внутри Нотр-Дам-де-Паре, все на него ходят. Как только он Брюно Пельтье сам по себе, его никто не знает. Понимаете? И поэтому хотелось бы сделать ему карьеру Российской Федерации, потому что люди, которые приходят к нему на концерт, они говорят, вау, мы как это? А, кстати, те самые девочки, о которых ты расскажешь, они именно под воздействием этого Нотр-Дама на него так леют? Да, да. Они сначала, когда был Нотр-Дам, они услышали, они полюбили, и вот у них возникло такое желание. Они там на Красной площади растягивали плакаты Брюно, приезжай. Они ко мне пришли и сказали, дар, я там в какой-то момент решил заниматься франкофонной музыкой и сделал концерт в гору в Кремле. Они к нему пришли и говорят, вот мы хотим. И с этого началась эта история. Ну, у нас просто времени, конечно, на все это нет. Я к чему хочу сказать, что, понимаете, вот промоутерский билетный бизнес, почему я это объединил все в себя в руках? Потому что нужны инструменты, по которым ты можешь управлять процессом, потому что процесс меняется во времени. Что я имею в виду? Ценовая политика, цена на билеты, она может быть сделана правильно или неправильно. Вот, например, мы сейчас продаем концерт Жванецкого, да, в Крокусе. Мы уже продали план, потому что у нас был Крокус, малый вариант, 2000 мест. Но люди хотят билетов, и мы уже открыли билетаж, и сейчас уже допродаем 4000 билетов. Я, может быть, дальше хотел бы продавать и 6000 билетов, но артист мне сказал, нет, это уже слишком большой зал, мне это будет некомфортно, я люблю видеть зрителей, лица зрителей, и поэтому Крокусе с большим вариантом мы не делаем. И в конечном итоге ты идешь на условия артиста? Конечно, артист для нас начальник. То, что делает, скажет артист, промоутер обязан исполнять. Хотя, с другой стороны, если бы, так сказать, закрыть на его просьбу глаза, можно бы заработать гораздо больше. Нет, а мы у нас со Шванецким у нас вообще нет проблем. Это отличный человек, интеллигентный артист, его директор. Мы работаем уже 10 дней, 10 лет, да, исключительно в Москве у нас практически исключительное право на этого артиста. Это единственные русские артистки, и мы работаем. Все остальные только западные у нашей компании. Кстати, вот это тоже очень интересно, ну, времени, к сожалению, нет. Да, это выбор твой, или это же не так не сложилось? И вот что, мне говорят, а как ты можешь, например, делать там концерт Джеффа Бека, да, гитарист такой, который мало кому нужен, мне сказали, да, это фигня, все. Никто не пойдет. Да, или, например, Алтон Джона и Мадонну, да, или, например, ты делаешь там фестиваль симфонических оркестров, принимаешь участие, а я говорю, а мне все равно в этом смысле что делать. Я умею делать и оркестры, и театры, и балеты, и так далее. Я этим занимался. Ильдар, спасибо огромное. Сейчас еще раз новости на финале. Друзья мои, да, как водится последняя часть, я должен, естественно, попенять на то, что время катастрофически быстро движется. Интереснейший разговор сегодня с моим гостем. Еще раз напомню, это Ильдар Бакеев, основатель компании контрамарка.ру, руководитель билетного агентства 1900.ру и концертного агентства Евроэнтертеймент. Ну, давай продолжим, да, вот некоторые нюансы и вопрос все-таки я повторю свой, который прозвучал до ухода на новости. Ты сказал, что вот в твоем пуле один лишь, да, российский артист, остальные все заграничные. Почему это так? У тебя какие-то собственные предпочтения или есть более объективные вещи? Ну, во-первых, исторически сложилось так, что я всю жизнь занимаюсь как бы западной музыкой, я ее хорошо знаю, я за ней слежу. Я слушаю музыку, я слежу за трендами, пытаюсь и так далее. Я как бы ее знаю. Я не слежу за русской популярной музыкой, она в этом смысле меня меньше интересует и потому что все-таки западный артист он находится в контексте шоу-бизнеса западного. Там все организовано как в бизнесе. И мы как бы хватаем крохи с этого стола и пытаемся перетянуть... Извини, пожалуйста, вот это слово сочетание, шоу-бизнес. Мы говорим, что для цивилизованного мира это бизнес прежде всего, а для, пардон, большинства наших товарищей это шоу, да, в основном? Ну, нет. Мы движемся семимильными шагами. У нас все здесь развивается очень стремительно. И просто наблюдая, как это было там 10 лет и так далее, видно, что рынок очень быстро растет. Там много серьезных денег есть и оценки серьезные и так далее. И, понимаете, артисты поехали уже по России. Сейчас Стинг будет выступать в Казани, в Челябинске, в Самаре и так далее. Элтон Джон выступал в Казани и будет выступать. Ну, подожди, в Казани есть ведь тема такая, что, ну, в частности, Элтон Джон часто на каких-то закрытых вечеринках выступает. Ну, я не говорю про закрытые вечеринки, потому что я ими практически не занимаюсь. Я понял тебя. То есть речь идет именно... Они мне менее интересны, я занимаюсь только концертами, билетами. И к тому, что Россия огромный рынок. И как только города дорастут до того, что они смогут платить деньги за западных артистов, а я вам говорю, что билеты на западных артистов в нашей стране будут стоить дорого, еще очень долго. Почему? Почему? Потому что вот только ночью сегодня я бился за гонорар артиста, которого нам подтвердили, но мне сказали, вот столько денег и он поедет. И это будет дорого. Но я все равно буду его делать, потому что это супер артист. Не могу его сейчас назвать, Не надо. Но мы скоро его услышим. Но и когда, и я был на конференции в Лондоне вот недавно, ездил, где собирались европейские промоутеры. И вопросы там постоянно эти встают. Почему в России такие гонорары? Почему то-то, то-то? А даже на конференции сами промоутеры, да, иностранные, эту тему обсуждают? Там была секция, там было две секции, так называемый менеджер-маркет, да, рынки развивающиеся. Рынки развивающиеся. И вторая секция была из России визлайв, да, как бы пытались понять, что происходит в России и так далее. Потому что мы для них все равно дикий рынок. У нас все так сложно. Я называю это военными действиями. Организывают концерт в России с родни военными действиями. Здесь неопределенность на неопределенности, неопределенностью погоняется. Поэтому, если вы пришли на концерт, он состоялся, вы получили билет, вы должны понимать, что это заслуга промоутера. Прежде всего. Потому что у него колоссальное количество проблем. У любого большого маленького промоутера колоссальное количество проблем, чтобы концерт был. Но, слава богу, что у нас в последнее время, как вы заметите, нет почти отмен концертов и так далее, потому что рынок в этом смысле уже стабилизировался. Вот сейчас пытаются ввести некий новый закон, по которому хотят ввести 5-миллионную гарантию банковскую, и только те смогут работать на рынке. Я коротко скажу, что это неправильно, потому что тогда рынок сузится, и мелкие промоутеры, которые занимаются мелкими коллективами, они не смогут работать. Но, возвращаясь к этому вопросу, и на наш вопрос, почему нам агенты говорят, артистам неинтересно в России строить свою карьеру, потому что здесь черный рынок. Они не могут здесь официально продавать свои пластины. Они не могут продавать свои записи. То есть, извини, пожалуйста, я поправь, если я не прав. То есть, традиционно, если мы говорим о западном артисте, как строится его заработок? Выпускает пластинку и едет в тур, чтобы ее промотировать. Чтобы ее рекламировать, да, совершенно верно. А потом основной заработок — это от продажи этой самой пластинки. Сейчас с точностью все да наоборот. Теперь они зарабатывают деньги на концертах, поэтому гонорары, естественно, и на Западе тоже выросли, и цены на билеты и на Западе тоже выросли, потому что деньги от доходов за продажу пластинок или DVD или видео, они все-таки сокращаются. Тем более цифровые продажи, правда, растут и так далее, и так далее. Но, тем не менее, все равно происходит переспределение. И раньше западные рекорд-компании, они, когда записывали пластинку, отправляли артист в тур, они оплачивали его расходы. Поэтому у него был чистый гонорар без этих затрат. Теперь за все платят артисты и его менеджменты. За все, что происходит. Вот если, положим, слово на артист получает 100 тысяч долларов, он из этого заплатит своему агенту, персоналу, менеджменту, которым занимаются, офис там, который снимают. Это все теперь оплачивает артист. Но самые главные причины, почему артисты хотят сюда ехать за приличные деньги, потому что они хотят в каком-то смысле компенсировать. Плюс к этому сложная логистика. Чтобы доехать сюда с Full Production Show, так называемое шоу, где взято оборудование в аренду, и каждый день за аренду платятся деньги, даже из Киева до Москвы нужно там два дня. И обратно два дня. Вот на Западе каждый день можно давать концерт. И таким образом концерт — это доходы от билетов, и амортизация оборудования, которые... На Западе каждый день можно... То есть имеется в виду, что на Западе... Расстояние между городами небольшие, и каждый маленький город способен получить этого артиста. Там есть аудитория, которая готова заплатить. То, о чем ты говорил, да. У нас, к сожалению, провинция, если честно, не способна. А у нас провинция растет, но она растет. И этот процесс будет идти, чем будет выше уровень жизни народа. Потому что люди, которые сходили на концерт с Тинго в Казани, это был потрясающий эффект. Они услышали и увидели уровень артиста, который не всякие русские артисты могут дать. Тем более, что это такие хиты и так далее. Прекрасный поэт и композитор. И тут он сам это играет. Плюс еще симфонический оркестр. Потрясающий концерт. Понимаете, овации там 30-минутные. Это качество. То есть реально сказать, да, что вот люди, ну, неважно в каком городе, они оказывают в некой новой действительности. Конечно. И они вдруг понимают, что оказывают... Вот так вот жить, вот она. Да, он заплатил 15 тысяч за билет. Да, да, да. Ради чего? Ну и он считает, что это стоит того. Потому что за 15 тысяч можно что-то такое купить другое уже. Понимаете? То есть вот соотношение цена-качество. И, соответственно, тогда возникает аудитория, которая готова платить такие деньги. Как только она возникает, значит, мы расширяем рынок и так далее, и так далее. Вот. И какой вот... Ну, у нас как бы бизнес-класс и так далее. Это очень интересный бизнес. И тот, кто хочет этим заниматься, он не прогадает того, что это интересная работа. Ну, это работа вот непрерывная с утра до вечера. И это постоянная работа в стрессовой ситуации. Именно заинтересно. Время должен принимать решение... Ну, смотри, здесь еще надо говорить о том, что ведь промоутерский бизнес – это работа с огромным количеством людей. И человеческий фактор, как правило, да, это самый неопределенный риск. То есть можно там на погоду сетовать, да, можно там на дорогу посетовать. А с человеком ведь невозможно, да, сто процентов. Ну, хотя я говорил, что у нас как бы нет шоу-бизнеса, но смотрите, у меня есть компания, в ней работают люди. В нескольких компаниях. Эти люди преданы своему делу, они любят это дело. Если бы у меня этих людей не было, я бы не мог ничего сделать, потому что они мне помогают. У меня есть сотрудники, которые вот просто кладут... А ты их растишь сам или в принципе у нас... Я их ращу сам и беру со стороны, если они меня устраивают. Ко мне очень много людей просит в компанию работать, но я говорю, что мы в тельняшках. Нас мало, но мы в тельняшках, и мы, да, меньше народа, больше кислорода и так далее. Коммерческий бизнес. Чем меньшим количеством людей ты его сделаешь, тем больше у тебя премиальный фонд и так далее. Это логично, да. Тем более, что ты деньги теряешь. У промоутера бывает один концерт удачный, другой неудачный. А неудачный, это прямо вот в минус закрылся, да? В минус очень серьезный можно закрыть. В очень серьезный минус можно закрыть, если ты не угадал. С артистом, с билетом, с площадкой. Здесь все очень важно. Поэтому здесь... Ну вот, и я возвращаюсь к тому, что... Вот, предложим, мы сейчас делаем концерт Джоши Гробана, да? В Кроку Сити Холл. Очень популярный артист на Западе. Это артист жанра кроссовер, да? Прекрасно поет, у него классическое образование. Но он поет в стиле такой поп-классика, да? 25 миллионов пластинок продал человек. У нас его мало знают. Но я им занимаюсь, потому что это хороший артист для нашего рынка, понимаете? Артист, который везде хорошо проходит, у него приятный репертуар. Он нравится женскому... Полу. Полу, да. Он во всех смыслах хорош. Но он не раскручен. И на нем мы вряд ли заработаем. А может быть, даже и потеряем, понимаете? Он стоит дорого, потому что это суперартист. Это шестикратный мультиплатиновый артист, который... Мультиплатиновый, это означает, что он несколько раз продал тираж пластинок на Западе, превышающий тираж 500 тысяч пластинок. То есть платину дают за тираж выше пластинок? За 500 или миллион, сейчас не помню. За миллион, понимаете? Золотой вышел. Многократный. То есть у него альбом продается миллионными тиражами. В России его не знают практически. Его знают плохо, да. Ты его везешь. Я его везу, да. И это моя инвестиция в это дело. Я хочу русского зрителя познакомить. Мы очень часто этим занимаемся. Мы часто привозим сюда коллективы, которые не носят, не несут коммерческого, как бы, такого серьезного... Ну, может, подожди, я понял тебя. Можно говорить в этом случае, что ты на первом месте у тебя, да, в данной ситуации не возможность заработать денег, а у тебя какая-то другая миссия уже. Миссия появилась. Ну, я считаю, что миссия промоутера, как раньше был такой называемый Пресарио, как старый дореволюция Пресарио, они находили хороших артистов и программ по всему миру и знакомили в Москве. Прививать некий вкус, да. Можно так сформулировать это? Ну, вкус в том числе, да. Потому что, естественно, чем-то мы не будем заниматься. А бы чем? Конечно. Мы, как говорят мои сотрудники, дерьма не делаем. То есть мы работаем с серьезными артистами. И если мы делаем концертами артистов, для этого должна быть очень серьезный повод. То есть это или уровень, или что-то интересное. Например, мы делали концерт на Джилл Кеннеди в прошлом году. И три раза пытались ему сделать концерт. И три раза это не получалось. А мы сделали. Он у меня времени занял... Ему три раза пытались. Не вы, да? Нет, не мы делали, да. Когда мы взялись, мы сделали. А не получалось по чьей вине? По его вине, по вине промоутеров? Ну и... Брали концерт, выходили в продажу, видели, что они продаются. Кидали. Не платили деньги. И так далее, и так далее. Вот. Это вот специфика тоже, да, в какой-то степени российского бизнеса. Это специфика российского бизнеса. Мы недавно в Лондоне разговаривали с одним агентом. Он показал моему товарищу список. Говорит, что у него 29 запросов на вот такого-то артиста. То есть это 29 промоутеров в Москве пытаются. Понимаете, это огромная конкуренция. Это второй фактор, по которому цена артиста растет. То есть мы боремся со своими партнерами за артиста. Поэтому кто больше, тот и выиграет. Но не всегда. Все-таки все равно статус промоутера, доверие к промоутеру тоже играет какую-то роль. Причем он сам наверняка из этого списка, да, будет выбирать. Вот этого я знаю, этого я не знаю. У этого репутация такая, у этого сякая. Да, 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 да. Вот. И даже если ты делал концерт артиста в прерву раз в предыдущем, и ты уже понимаешь, что делал, все равно. Вот сейчас я веду речь о одном артисте. Вот мне хочется сказать, но я не могу. Ну не надо, что же. Очень серьезный артист. Очень серьезный. Мы в прошлом году ему сделали тур. Со всего тура я заработал 200 долларов. Вау. Потому что в одном городе мы потеряли. Да ты меценат, я тебе хочу сказать. Это не меценат. У нас такой бизнес очень. У нас раньше было плюс-минус 10, теперь плюс-минус 100. Ильдар, спасибо огромное. Я еще раз говорю, тема необъятная тема. Я благодарю тебя, что ты сегодня нашел время. Еще раз, уважаемые слушатели, я представлю Ильдар Бакеев, основатель компании контрамарка.ру, руководитель билетного агентства 1900.ру и концертного агентства Evo Interpain. Спасибо тебе огромное. Уважаемые слушатели, я благодарю вас за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания. Спасибо, друзья. Приходите на наши концертные. Спасибо.